Ребята, сейчас узнал, что я, оказывается, ухожу из Амкала. Привет, друзья, это Егоров. Записываю ролики с телефона, потому что сломался ноутбук. Но тема важная. Меня очень удивило вот это сообщение от Эрика и Тодротс, которое он сделал себя на Твиче во время просмотра матча Амкала и СД Фэмили. Кто уйдет из Амкала? Я ставлю, что Форза, скорее всего, уйдет. И Финита. Форза и Финита, думаю. По понятным причинам. Нет, Эрик это не просто так, конечно же, сказал. Я думаю, речь шла вообще о словах Германа, который заявил, что если мы вот так будем продолжать играть, то, ребята, будем с кем-то расставаться. И, в принципе, у Прокопа была такая же тональность в сообщении. Четыре игры без побед. Морально потерял уже чемпионский дух какой-то. Четыре игры выхожу. Как будто бы очень мало мысли о победе. Пока что у нас нету какой-то построенной игры налаженной. На это у нас будут сборы. А пока что мы играем так непонятно. И вот Эрик решил, что команду Анкал покинут Форзяр, ветераны Форзяр и Финита. Потому что они мало играют и как футболисты мало пользы могут приносить команде. Вот такой вот полуинсайт был от Эрика, который сказал, что, в принципе, это же не точная информация. Это я просто так подумал. Ну, окей, давайте поговорим о том, о чем подумал Эрик. Кстати, к Тудротс к этому моменту уже обратился в Витя Блатов перед МКС. Ну, они, в принципе, неплохо играют, но не на уровне с нами, грубо говоря. То есть я смотрел весь турнир. Хорошая играющая команда. Прогрессирует. Но все равно не дотягивали наши уровни еще даже близко. Но мы МКС все докажем просто по второму кругу. По второму я уже сбился еще по округу, но все докажем. Жалко на спорте не будет. Ну, тут, кстати, можно угарнуть над Витьком, потому что Анкал-то в итоге проиграл. Но дело в том, что судья сразу несколько ошибок в пользу SD Family допустил. Он не засчитал чистый гол Гасса в первом тайме. Он не поставил пенальти на Прокопио в втором тайме. И последний мяч SD Family забивали из положения вне игры. Хотя, в принципе, там можно было назначать точку, но факт остается фактом. Сразу три результативные ошибки. Дидо, 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 дидо. Олег Дражук поставляет ногу, Никита Пенита. Нет, у кого полный удар будет прямо сейчас. Удар, бон! Ну, ладно. Теперь, друзья, пора перейти вот к этим словам Эрика и порассуждать об уходе Фарзяра и Финита. А также показать интервью небольшого Фарзяра, которое он дал Фикусу. Ребята, сейчас узнал, что я, оказывается, ухожу из Анкала. Но прежде чем показывать Фарзяра, хочу напомнить, что ставки лучше всего делать на Бэтбунт. Лучший букмекер по версии премии Спорта России. Также это партнер мой лично и Броуков. И чем чаще вы проходите по ссылке в закрепленном комментарии, тем лучше становится всем. Ну и, конечно же, на премьер-лигу продолжит действовать акция, при которой, если вы ставите на команду, например, на Спартак в матче с Ахматом, и Спартак по ходу игры ведется счетом 2-0, то ставка автоматически засчитывается как выигрышная. И не важно, сравняет ли счет Ахмат или нет. Ну а теперь дослушаем Фарзяра, а потом я все объясню. Ну нет, справедливости ради, там цитата была в том, что, типа, Эрик считает, что первыми из Анкала, это его ставка, вот, о том, что первыми из Анкала уйду я и Финита, и снова продергнуть эту информацию, таких мыслей об уходе ни перед МКС, ни перед МФЛ у меня не было. Я, наоборот, в Москву переезжаю, блядь, и квартиру еще последняя активность, месяца полтора-два минимум, чтобы, блядь, быть ближе к команде в какой-то веке. Поэтому, Эрик, еще раз, блядь, себе во влоге сказал, еще где-то, блядь, сказал, и здесь тоже скажу, потому что кооперативно для тебя дойдет. Эрик, я очень жду каких-то правдивых инсайдов, наконец-таки, не про другие команды, а про твою команду, а то про нее что-то как будто все меньше и меньше. Особенно в преддверии МКС. Так вот, Фарзяр достойно дал понять, что он и переезжает в Москву, и будет ближе к команде, и хочется ответить Эрику. Эрик, а в какой момент важным в медийном футболе стало то, сколько футболист приносит пользе команде на поле? Мне просто интересно, а можем ли мы сейчас порассуждать о том, что, например, Мбаппе уходит из Тудроц? Ну, это все логично. Он практически не играет, причем ни первый, ни второй, ни третий турнир. Полтора года не играет. Наверное, с ним нужно расставаться. А может, нужно расставаться с Эриком? Но он же независимый уже блогер. Пишет обо всех командах, а не от Тудроц. Особо не играет, причем достаточно долго тоже не играет. Может быть, с ним тоже нужно расставаться? Может быть, нужно расставаться с Хулом? Может быть, нужно расставаться с Белкой? С Алланом? Если так-то предположить. Пацаны же тоже не выходят, по большей части, на поле. Наверное, пришла пора расстаться. И будут играть такие ребята, как Слон и все остальные. Рик об этом намекает, когда говорит о том, что уйдут именно Фарзяр и Финита. Так вот, по своему опыту я могу сказать, ну, во-первых, ни Фарзяр, ни Финита никуда из Амкала не уйдут. Фарзяр уже все объяснил. Я могу лишь добавить в любом опросе на самого важного футболиста для Амкала прямо сейчас. Ну, наверное, первое место займет Прокоп. Второе – Сипскана или Фидос. Ну, а третье – Фарзяр. Во всех опросах Фарзяр будет занимать первое место. Ну, первое, второе, третье, я имею в виду, будет ходить тройку, потому что болельщики реально ждут его на поле. Болельщики реально ждут его забитых мячей в последних матчах. Он реально их забивал. Болельщикам вообще наплевать, хорошо ли Фарзяр или плохо играет. Им важно, чтобы он был. И я хочу просто напомнить финал МКС. И кто там заработал красную карточку для Джуси. В очень важный момент, когда силу Амкала уже не оставалось. Кто выбежал с центра поля? Кто проткнул мяч? По кому ударили? И после действий кого интрига окончательно испарилась? Так вот, да, это был Фарзяр. И каким бы ни был профессиональный состав Тудроц, Фарзяр тогда, можно сказать, принес победу в том числе. Поэтому уход Фарзяра смешон. Точно так же смешон уход Финита. Потому что Финита не самый большой футбольный бомж. Во-вторых, Финита точно так же совсем недавно забивал ворота ничего обычного. И Финита так же люди хотят видеть в команде. Плюс ко всему, оба пацана, они конфликтные. Оба пацана в отличных отношениях с Германом. И никуда они не уйдут, естественно. Поэтому сам факт этого обсуждения смехотворен. Можно поговорить о других игроках. О том, кто действительно уйдет. Вот в нынешней ситуации. Кто может уйти? Ну, мы не видим в Казахстане Кожемяк. Я так понимаю, что при наличии Сычева, Дрожука, при наличии новых футболистов и также Бары, Кожемяке пока места в основе нет. Потому что он травмированный. Был долгое время, не успел набрать форму. И можно сделать вывод, что Амкал обязательно будет подписывать правого защитника. Потому что Кожемяка сейчас на эту позицию не подходит. А нужна замена под МФЛ. И этого правого защитника мы обязательно еще увидим. И я думаю, что есть еще вариант каких-то куда более структурных изменений. Может, это касаться либо тренерского штаба, либо какой-то части руководства. Пока непонятно. Но если Герман говорит об изменениях, то это точно, я думаю, не касается одного или двух игроков. Нет. У Амкала уже есть коллектив. Поэтому нужно думать о том, что это куда глобальней. Поэтому пишите в комментариях, как вы думаете измениться Амкал. Кто уйдет? Зачем уйдет? Единственное, что на данный момент непонятно, зачем Амкалу три вратаря. И Маменко, и Спиряков, и Федос. На МФЛ и МКС. Мне кажется, пришло время делать ставку на кого-то определенного. Поэтому никаких уходов Фарзиара, Фенита и Замкала не будет. Наоборот, состав будет расширяться. Будут приходить мастеровитые футболисты. Возможно, появятся зарплаты. Но это точно не коснется этих двоих. Ну, а что можно сказать Эрику из Тудроц? Да ничего, Эрик. Все нормально. Вот все, что я хочу тебе сказать. Скоро увидимся на МКС. И надеюсь, мы вас победим. Вот и все. Это был Егоров, друзья. До свидания. Пока.